Деяние Святого Духа Он тысячи лет назад появился и был дан Богом для того, как сила для апостолов, но и сегодня этот Дух Святой живой и что, братья и сестры? И действенный, как и Слово Божие, живо и действенно. И мы с вами изучали о том, что мы говорили, что они ждали силу свыше. Иисус обещал ее своим ученикам. И вот эта сила свыше, это и есть Святой Дух. Как мы помним, эта сила была дана апостолам для чего? Там даже Иисус им сказал, ждите, получите силу свыше. Для чего? Чтобы быть свидетелями мне и обо мне тоже. Да, свидетелями мы уже с вами в то воскресенье смотрели на экране, я выставлял две стороны медали, так скажем. Это первое, это быть уверенным, что мы прежде всего видим, как работает Бог и Святой Дух. Чтобы наши духовные глаза, очи нашего сердца, они замечали и видели. Однажды Иисус сказал, я ничего не делаю без того, что сначала я увижу, что делает мой отец. Кто помнит эти слова? А также я ничего не говорю. То есть сначала, прежде чем мы к чему-то приступим и будем делать деяния Божьи, мы должны видеть, как Бог работает. И вот это очень важный момент. Это видеть прежде, слышать и потом самим уже быть свидетелями. Вы знаете, друзья, но вопрос такой, Сереж, мы все понимаем, мы верим, что Святой Дух в нас, что сила есть, но как получить вот это, как активировать это все? Вы знаете, Иисус тоже сказал, практически дал инструменты, как активировать Святой Дух, если Он уже в нас есть. Или как получить Его, если еще Его у нас нет. Я говорю для тех, кто еще не стал учеником, не уверовал, не раскаялся в грехах и не крестился. И знаете, я вижу три вещи в Священном Писании. Хотите, я вам скажу? Первое, это Иисус сказал, ждите. Ждите, ожидайте, идите и ожидайте. Сколько по времени? Он не сказал. Просто идите в Иерусалим и ждите. Ждите, и Святой Дух, сила обязательно придет к вам. Вторая вещь, что я вижу, это было не просто ожидание, знаете, лежа на диване. Иногда мы так чувствуем, Боже, ты все дашь мне, я ничего не буду делать, я просто буду вот, ну, ожидать и все. Нет, Иисус сказал, тоже вторая практическая такой ресурс, инструмент. Какой? Это молитесь. И что они делали, друзья? Они ждали и молились. Они просто прохлаждались где-то на диванчике лежа. И это была постоянная молитва, вместе молитва. Даже там написано, они были в молитве и молении. И вот молитва, это когда мы вместе молимся, поодиночке молимся, да, когда одни. Но моление, это что-то, когда наш фокус постоянно на Боге. Мы постоянно внутри, как Павел говорит, непрестанно молитесь. Это не означает, что мы постоянно говорили что-то. Это что-то внутреннее состояние. Ожидание Божьих чудес и ожидание Божьего голоса. Вы со мной, братья и сестры, да? И третья вещь, это что я увидел здесь, это то, что они были в единодушии. Не просто сами молились, не просто были в молении, они еще были вместе в единодушии. И это такой классный момент, друзья. Я так благодарен Богу. Я слышал, что некоторые в Юго-Западной регионе, в домашней церквях, с этими группами встречались и уже обсуждали первое учение, первый урок, который я сделал неделю назад, о том, что сила свыше. Они уже обсуждали, горячо там говорили, как получить, как услышать, как это. Я хочу поддержать этих людей, братья и сестры. Это похвально. Спасибо вам большое, что вы уже начали этот процесс. Я верю, Бог обязательно ответит вам. И вот обещание начинает исполняться. Мы с вами в прошлом воскресенье расстались с учениками-апостолами. Они пришли и ожидали. И сегодня я хочу сказать, что моя проповедь называется так. Ветер перемен. Ветер перемен. У кого какие мысли сразу, вот это словосочетание ветер перемен? Что вы сразу вспомнили? Как? Шоу и песня, да. Еще какие-то, да, что-то еще. Мэри Поппин что-то говорит в этом фильме и так далее. Вы знаете, интересно, что ветер перемен. Что такое ветер перемен? Это когда приходит что-то, что начинает менять твою жизнь. И не просто в жизнь, но еще прежде всего, братья и сестры, подумайте, уважаемые гости. Это что-то извне начинает менять твой взгляд. То, как ты размышляешь, то, как ты думаешь, в конце концов, меняет твое сердце. И потом весь образ твоей жизни. Итак, ветер перемен. Давайте вместе откроем Деяние 2 глава с 1 по 4 стих. Наступил день пятидесятницы, и пребывали все одни единодушно вместе, когда внезапно с неба донесся шум, как от порыва ветра огромной силы, и наполнил весь дом, где они находились. И увидели они нечто похожее на языки пламени, которые, разделившись, снизошли по одному на каждого из них. И исполнили все Духа Святого. И начали говорить на других языках, получив этот дар от Духа. Вот что мы здесь видим? Лука снова подчеркивает, что они все были что? Там написано, все они были вместе, но как они были вместе, ребят? Единодушно. Единодушно. Невозможно забыть, как часто ученики ранее, до этого момента, пока Господь был с ними, спорили между собою. Вспоминайте эти отрывки из Писания. Они спорили, кто из них важнее, кто из них главнее, кто будет сидеть по праву или по левую руку от Христа в Его Царстве, от Господа. Но вот в этой ситуации мы уже не видим больше этих споров. Они куда-то улетучились. Они куда-то ушли. Уже они не спорят, кто из них будет главный. Написано, они были единодушны, вместе ждали и молились. Вы со мной, друзья, да? Встреча с Христом, воскресшим Христом, общение с Ним. Если вы помните, неделю назад я делился, что 40 дней приходил после воскресения и рассказывал о Царстве Божьем. А еще в другом периоде написано, рассказываем о Царстве Небесном. Я думаю, и то, и другое. Это миропорядок Царства Божьего, да? То, как устроено все, но тоже вдохновение о том, какие небеса ждут нас. Они были шокированы. Я думаю, это изменило их. Изменило их полос, изменило их жизни. И вот здесь Лука подчеркивает очень важную вещь. Это то, что ученики Иисуса были часто вместе, раньше ходили за Христом, даже чудеса творили, творили чудеса Его властью. Помните, бесов изгоняли, много что они делали. Но нигде, братья и сестры, удивительно, нигде вы не увидите ни в одном Евангелии вот это слово, что они были единодушными. Нигде вы не найдете. Там написано, они были вместе, они ходили. Но слово единодушие впервые касается учеников только в деяниях. Представляете, братья и сестры? Почему? Потому что я верю, что они что-то поняли. Они поняли смысл и цель, почему Иисус пришел на землю, друзья. Потому что так возлюбил людей в мире, так хотел спасти их. И сначала они об этом не думали. Я думаю, они переживали о другом, как я вам рассказал, только спорили, как там будет со властью и так далее. Они ожидали, что Иисус вернет власть в Иерусалим, в Израиль, и что будут все, будет царство, как раньше было при Давиде и при Соломоне. Но здесь они осознали, они поняли, не для этого Иисус пришел, а чтобы спасать души, чтобы проявить любовь к людям. И вот когда они поняли, они изменились. Единодушие, это просто стало буквально основанием учеников Христа в первом столетии. Мы считаем дальше здесь, что видим, что мы видим явные признаки, мощные признаки сошествия Духа Святого на учеников Иисуса Христа. «Сильный ветер и огонь» написано. Представьте себе, какая сила. Кто когда-либо был при урагане? Вы чувствовали когда-нибудь, нет? Хотя бы когда сильный ветер или гром, гроза там мощная. Ребят, было у вас такое? Есть чувства об этом, согласитесь. И вот здесь написано «Признаки сошествия Духа Святого». Вот такой был признак. Я чуть-чуть больше поделюсь, как я понимаю, как я вижу. Но почему таким образом Господь позволил Святому Духу прийти, чтобы ученики это почувствовали, зримо увидели? Потому что это было обещание. Это было обещание, это было знамение. И иногда нам просто очень сложно услышать тихий голос Бога. Нам надо что-то увидеть, нам нужно поверить вот так вот, и тогда уже мы по-другому себя ощущаем. Сегодня, даже сегодня, мы не сомневаемся в том, что Дух Святой пришел на землю. Братья и сестры, мы не сомневаемся с вами об этом? Сомневаемся ли мы, что Дух Святой сегодня в нас живет, в нашей церкви? Я уверен, что нет. Потому что мы видели такие вещи, которые происходили и в церкви, и в нашей жизни, и в жизни наших ближних друзей, которые рядом с нами. Но также я хочу сказать, друзья, что Дух Святой, он дышит где хочет, и как хочет, и по-разному себя проявляет. Кто помнит историю пророка Илии, когда он взошел на гору, Бог позвал его? Кто помнит историю, когда он пришел, встал в пещере, и Бог сказал, иди, встань в расщелине и жди. Он встал в расщелине. И знаете, что написано? Было сильное землетрясение. Потом был огромный ветер. Потом был огонь огромный. И там написано, но нигде в этом Бога не было. Ни в огне сильном, ни в землетрясении, ни в порыве сильнейшего ветра. Но потом написано, когда Илия услышал тихое вение ветерка, он вышел из пещеры, потому что он понял, Бог пришел. А почему ветер сильный? А почему огонь? Почему вот это все? Вы знаете, я убежден в этом. Что когда мы, бывают такие времена, когда мы перестаем, я уже делился чуть-чуть об этом, что мы перестаем слышать голос Божий. Бог посылает какое-то зримое нам, зримое знамение, чтобы мы чуть-чуть, как бы, знаешь, встрепенулись. Ой, чтобы мы что-то поняли, увидели, что, возможно, Бог хочет говорить с нами. И даже когда мы сегодня не ощущаем силу Духа, возможно, Бог нам показывает что-то извне, чтобы мы остановились и просто ощутили вот это вот спокойствие, успокоились и потом услышали голос Бога. Вы со мной, друзья? Интересную вещь я еще узнал. Про голубей с вами чуть поделюсь с вами. Было исследование сделано, где любят обитать голуби. Как вы думаете, где? Ну, мы вы видели не раз, не раз вы видели, да, на пространках, там, на площадях. Вы знаете, интересное такое исследование было, что ученые сказали, что голуби, они обитают там, где нет резкого шума, громкого шума, где тишина. Да, люди общаются, но они проводили, включали музыку громко на площадях, голуби улетали. Включали еще что-то, выключали все, люди просто общались, как это тихо-тихо, что-то какая-то музычка играет. Голуби, все слетали, слетались. И вы знаете, я удивлен был, потому что поразительный момент, что голуби, они чувствуют это. Вы знаете, не зря, я верю, Дух Святой показан как образ голубя, когда, помните, на Иисуса при крещении сошел голубь. Вспоминайте, друзья, это? Не орел подлетел, не еще что-то, именно голубь. Так вот, интересно, что Святой Дух, он как голубь, не летает там, где крики шума. Он устремляется к тихим, а не к бурным водам. Поэтому, братья и сестры, любимые, дорогие, уважаемые гости, я хочу сказать, вам нужно принять решение быть чуткими к тому, что говорит Святой Дух. Быть тихими, быть смиренными и скромными, услышать, что Бог на самом деле хочет нам сказать. Потому что там, где шум в нашем сердце, в нашей голове, там, где много переживаний, беспокойств и суеты, знаете, я хочу вам сказать, что очень тяжело услышать Духа Святого. Вы со мной, Церковь. Очень тяжело. И Дух, Он там, когда мы успокаиваемся. Итак, видимые знамения, изменения, произошли с апостолами. Как это произошло? Смотрите, что случилось. Они начали говорить. Дух Святой сошел, они сразу стали говорить. Давайте посмотрим, о чем. Деяние 2 глава, с 5 по 12 стих. В Иерусалиме в то время находились благочестивые иудеи, живущие среди всякого народа на всей земле. И на этот шум собралось их великое множество. Все они пришли в полное смятение, потому что каждый из них слышал, как исполнившиеся Духом говорили на его наречии. Пораженные этим, они с изумлением спрашивали, разве все эти люди, что сейчас говорят, не галилеяне? Почему же каждый из нас может слышать их на своем родном языке? А здесь и парфяне, и медяне, и эламиты, и жители Месопотамии, и иудеи, и Каппадокии, и Понта, и Асии, и Фриги, и Памфилии, Египта, и окрестности Керине и Ливийской, и пришедшие из Рима, как иудеи, так и обращенные из язычников, кретяне и арабы, все мы слышим, как они говорят на наших языках о великих делах Божьих. И все удивлялись, в недоумении спрашивая друг друга, что все это значит. Знаете, это были люди из различных земель и народов, но что их объединяло? Одно. И язычники, которые обратились в веру, и иудеи, которые были, из разных народов, это вера в единого Бога иудейского Яхве. И они пришли поклоняться в Иерусалим, из всех народов земель. Они пришли поклоняться здесь Богу. Они были шокированы, что вдруг внезапно появились люди, которые на их наречии начали славить Бога. Причем не просто славить Бога, а о чем? О его великих делах. О величайших делах. Братья и сестры, уважаемые гости, не знаю, помните вы или нет историю, где еще было в Библии, может, в Ветхом Завете, если вы помните, история о невероятном единстве, единодушии народа. И что с этим потом произошло? Кто помнит эту историю? Какая история? Кто помнит? Вавилонская башня. Да, это Вавилонская башня, друзья. Когда, представьте, Библия говорит, что у всех людей на земле был один язык. Они все говорили на одном языке и на одном наречии. И кто помнит, что они решили сделать? Построить башню, написано до небес, и там написано, на иврите написано, чтобы прославить себе имя. Чтобы прославиться в поколениях, вот какие мы невероятные люди и так далее. Написано, Бог сошел и сказал, слушай, ну такие ребята, что они могут реально построить, куда это и куда это придет? Но если вы знаете исторический момент, очень важный момент, это то, что люди, был такой немрод, царь, и у него еще были потомки разные, вот они решили построить башню, они были против Господа, они решили построить башню, чтобы когда потоп еще придет, не дай Бог, чтобы уже никого не затопило. И это было такое, противостояние гордыни, себе построим имя. Знаете, Бог так хочет, чтобы люди перестали уже думать много о себе, потому что когда люди начинают думать много о себе, они впадают в крайние грехи. И первый грех – это гордыня и эгоизм. А дальше уже тщеславие и пошло, и пошло, и поехало. Господь говорит, не, я приду и все смешаю. Я не согласен с таким образом жизни людей. Знаете, так благодарен Господу, что день Пятидесятницы – это буквально отмена проклятия всех языков, которые Бог все языки смешал. Именно здесь все услышали, друзья, услышали и начали понимать, что говорят на своих языках, из всех народов, на своих наречиях, они услышали, но о чем услышали? Было прославление Бога, но о чем? О великих деяниях Божьих. Вы знаете, когда я подумал об этом, когда мы на самом деле устремляемся вместе к прославлению Божьему, это приводит к единодушию. Вы со мной, друзья, да? Я хотел у вас спросить. Апостолы исполнились Святым Духом. Перед этим я хотел сказать. Вы знаете, я очень благодарен Богу, что меня Бог продолжает лепить сегодня. Менять мое сердце, духовную форму, которая будет способна слушать и слышать других людей. Поможет нам в этом скромность о себе прежде всего. Скромность о себе, что я такой же, как все. Братья и сестры, мои любимые, у них тоже Святой Дух. Они знают, что сказать. У них есть от Духа свои дары. Я чуть-чуть позже буду об этом делиться. И мы способны слышать друг друга, когда мы держим сердце в таком состоянии скромном. О чем говорили апостолы исполнившись Святого Духа? О великих делах Божьих. Друзья, подумайте, о чем вы чаще всего говорите сегодня. Что в вашем сердце? И знаете, вот он признак пламенеющего Святого Духа в нас сегодня. Это когда мы начинаем говорить о делах Божьих с вами. О великих делах Божьих. Это показатель, что на самом деле Он горит в нас. И показатель, что Он не горит, когда мы чаще всего смотрим на проблемы и нужды и так далее, и так далее. Потому что Дух Святой, Он всегда чудеса творит. Он что-то творит. И когда наш фокус вот такой, мы видим, как Дух работает. Знаете, братья и сестры, я не говорю о том, чтобы быть религиозными. Я говорю о поддержке, об откровениях, о живых отношениях с Богом, наших живых отношениях с Богом. О том, как сегодня работает Бог в наших жизнях. А ведь это так и есть, братья и сестры. Правда? Дух Святой работает. Он жив сегодня. И давайте мы попробуем замечать эти чудеса и говорить о них. Вы знаете, я хочу вам сказать, что я сегодня, я все думал, делиться им или нет. Я просто не умолчу о том, что я вижу. О чудесах Божьих. Знаете, я знаю одного брата, которого братья и сестры просят помолиться за него, за них, и даже помазать елеем. Помните послание Якова, что написано? Написано, что если кто болен, во-первых, молитесь друг за друга. Молитва праведна, очень много может. А второе написано, если кто болен из вас, я понимаю, что когда человек серьезно болен или что-то, попросите пресвятеров прийти в церкви или служителей, епископов, старейшин, пусть они придут и помажут, и помолятся. И если есть грех, чтобы человек исповедовал это, и Бог исцелит тогда. Вы знаете, я просто хочу сказать, что я видел, и я знаю, я видел эти чудеса. Какие? Я знаю, с этим братом общался, из восьми человек. Братья и сестры, хочу вам сказать, это истина. Я это знаю и видел. Из восьми человек, которых этот брат помазал, шесть из них исцелились полностью. Давайте прославим Бога в этом. Реально полностью исцелились. Некоторые люди, которых этот брат мазал, они сейчас в процессе, но этот брат молится за них, постится за них, чтобы они исцелились до конца. Вы знаете, я реально вижу, как Дух Святой работает, и как Он исцеляет людей. Да, конечно, если кто-то скажет, а если не исцелился, мы не можем заставить Бога исцелять. Вы со мной, друзья. Но мы можем только просить и уповать на милость Бога. И пока мы живы, и пока мы дышим, просить, искать, дерзать, скромно, с верой, чтобы Бог работал. Аминь, церковь. Вот это очень важный момент, я считаю. Давайте посмотрим Деяние 2 глава, 14 по 21 стих. Тогда Петр встал вместе с 11 апостолами и громко заявил собравшимся, братья мои, иудеи, и все живущие в Иерусалиме, пусть это будет вам известно, прислушайте слова мои. Не пьяны эти люди, как вам показалось, еще только 9 часов утра. Нет, просто сейчас сбывается сказанность через пророка Иоилю. В последние дни, говорит Бог, и залью дух мой на всех. И будут пророчества сыны ваши и дочери ваши, юноши ваши видеть будут видения, вашим старцам будут сниться сны пророческие. Так же и на рабов моих, и на рабынь моих, и в те дни залью дух мой, и буду пророчествовать, и явлю чудеса на себе, чудеса на небе, вверху, и знамения на земле, внизу, кровь, огонь, и клубы дыма, солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде чем придет день Господень, великий и достославный. И всякий, кто в молитве призовет имя Господне, будет спасен, написано. Петр встает, начинает проповедовать, и мы видим здесь пророчество Аиля. Что значит все эти знамения? Написано, сыновья и дочери ваши будут видения видеть. Рабыни мои, рабы, будут пророчествовать. Понятно, что рабыни, это значит слуги Божьи, те, кто послушает Бога, те, кто следует за Ним. Дальше написано, сны ваши старцы будут видеть. Братья и сестры, если вам более 45 лет, вы уже близко к тому, чтобы видеть пророческие сны. То есть вы уже ближе начинаете. Вы знаете, я, конечно, шучу все, но на самом деле это что? Это обещание. Бог на самом деле говорит, через Духа Святого, я, говорит, пошлю, и будут вот эти все вещи. И это было пророчество этого пророка Аиля. Апостолы внезапно написано по внушению Духа стали сверх своих способностей расшуздать о небесных каких-то тайнах. Они реально такие вещи стали учить и проповедовать апостолам, что до этого никогда в жизни ты от них этого не слышал. Но вот Дух пришел и дал многим из них дары различные. Посмотрим Еремея 31 глава 34 стих написано и уже не будут учить друг друга брат брата и говорить познайте Господа ибо все сами будут знать меня от малого до большего или до большого говорит Господь. Вы знаете, друзья, одна из вещей, которых я хочу сказать здесь думаю, это очень актуально и важно для нас. Иногда мы говорим ну какой у меня дар Святого Духа как мне вот это активировать и так далее. На самом деле Библия обещает, что Бог каждому дал дары и они разные. Это не то, что у всех дары там пророчества, у всех дары там учительства, дары проповедника, дары, но написано у всех из нас есть дары и каждому дан свой. Есть один отрывок, где сказано апостол Павел говорит нет у вас недостатка ни в каком даре. Кто помнит этот отрывок в Писании в послании Павла нет у вас недостатка ни в каком даре. Вы знаете, что кто-то говорит вот брат, сестра, у тебя нет никакого недостатка во всех дарах Божьих. Я скажу, что это неправильно истолкованно писать, потому что о чем Павел говорил это нет недостатка никакого дара, никакого даря у церкви. В церкви. То есть у каждого из нас есть свои дары и вот это в чем великая благодать Божья, что мы можем друг другу помогать в дарах различных. У меня там нет такого дара, как у брата есть. У брата нет такого дара, как у меня есть, у сестры. Но мы можем слышать друг друга и брать эту силу от Бога, брать дары и пользоваться. Аминь, друзья. Но самый главный дар какой, братья и сестры, уважаемый гость, это сущность Бога. Это когда от Духа Святого приходит нам понимание в сердце Бога. Мы начинаем знать Бога. Вы знаете, братья и сестры, когда мы не знаем Бога, то нам не сложно, согласитесь, сложно доверять тому, кого ты не знаешь. Правда? Сложно. Но когда ты знаешь Бога, знаешь Его сущность, знаешь Его сердце, тогда все, ты начинаешь доверять Богу, начинаешь идти по жизни с вот этой радостью доверия самому Христу. Давайте я слышу призыв и откликаться на Него. Друзья, нам не хватит, конечно, смотреть всю проповедь Петра, но какие-то вещи мы сегодня выберем, чтобы акцентировать на это внимание. Мы можем только сказать такую вещь, что некоторое время назад буквально Петр, боящийся, в страхах, отрекшийся от Христа три раза, если вы помните, вот он стоит и публично, невероятно, смело, с властью данной от Бога и Святого Духа проповедует Слово. Вот это тот Петр, который только недавно говорил, клянусь, не знаю Его. Три раза он божился, что не знает Иисуса. Проходит время, Иисус воскрес из мертвых, рассказывает Царстве Божьем, показывает смысл, и вот Петр получает Святой Дух и невероятно, это просто другой человек. Ничего не боится, даже, возможно, и боится, но доверяет Богу. И вот он смелый проповедует Слово Божье. И вот, знаете, центральной фигурой его проповеди является Иисус Христос и воскресение Его. Вот о чем Петр проповедовал на самом деле. Давайте посмотрим с 22 по 24 стих. «Братья израильтяне, выслушайте то, что я должен сказать вам об Иисусе, пришедшем из Назарета, о котором Бог засвидетельствовал вам. Бог через Него сотворил среди вас великие дела, чудеса и знамения. Как вы и сами знаете, Его, отданного вам во власть по замыслу предвидению Божьему, вы убили, пригвоздив ко Христу руками честивых людей. Но Бог воскресил Его, сделав бесплодными все потуги смерти. Она не могла Его удержать». Знаете, многие присутствующие были свидетелями чудес Христа. И теперь Петр указывает на характер этих чудес и знамений. Какой? Иисус все это сотворил. Все это произошло. Воскрес из мертвых, чудеса творил только по одной причине. Потому что Он пришел от Бога. Он пришел от Бога. Поэтому мы и видели с вами все это. Вы знаете, интересно, что там были люди, которые никогда не видели Христа воочию, то есть глазами своими. Но Петр говорит им, вы убили Иисуса. Вот то, что мы читаем здесь. Помните, мы читали, что из всех народов пришли люди на поклонение. То есть они не видели Христа. Многие не видели, но он говорит, Петр, вы убили Его. Почему? Знаете, можно было поспорить, сказать, несправедливо, о чем ты говоришь, Петр? Я не убивал никогда никого, еще тем более Сына Божьего, как ты проповедуешь. Но мы знаем с вами, почему Иисус пришел, да? Умереть за грехи каждого человека на земле. Он об этом учил. И он не стеснялся, не боялся сказать людям, что вы убили. Хотя мог сказать, как я им скажу, мог подумать, мог, знаете, вот, ну, как сказать. Но вот она правда. Мы все в каком-то смысле убили Христа, потому что наши грехи пригвоздили Его на крест. Но в чем Его милость и благодать? Он умер за наши грехи. Написано, пригвозди все наши грехи ко Кресту. И весь перечень обвинений, которые сатана нам выдвинул через наши грехи. Все Бог стер своей кровью. Все стер Иисус. В этом есть радость наша. И вот здесь написано, что они услышали эту проповедь. Они поняли, что случилось с ними. Вопрос такой, а как? И потом Петр говорит, что, но Бог воскресил его из мертвых, потому что смерти, потуги смерти не могли, оказались бесплодными, не смогли его удержать. Где? Мы знаем, Библия говорит, что он пошел в ад вместо нас. Написано, что смерть не смогла его удержать. У меня вопрос, как Бог воскресил его из мертвых? Каким образом? Какой силой? Давайте посмотрим. Вот это просто так люблю этот отрывок, братья и сестры, уважаемые гости. Римлянам 8 глава, 11 стих. Остановитесь. Прочувствуйте это. Вы можете представить, просто подумайте, насладитесь этим моментом прямо сейчас. Дух Иисуса, Святой Дух, посланный от Бога Отца, Дух воскресивший Иисуса из мертвых живет в нас с вами. Как это возможно? Этот Дух живет в нас с вами. То есть ты хочешь сказать, Дух, который из мертвых воскресил Христа, в нас живет не я. Это что Писание утверждает. Ой, мне так сложно бросить курить. Ой, мне так... Не дай Бог, братья и сестры. Ой, мне так сложно простить. Ой, мне так сложно, этот брат мне так сказал, сестра мне это сделала. Ой, мне так сложно встать утром, помолиться. Ой, мне так сложно успеть на службу, надо все сделать. Во сколько там служба? В 12, а в 11, 30? Я не успею. Кому-то поделиться верой? Да нет уже. Увидеть чудеса, больше. Да откуда уже столько времени? Братья и сестры, дорогие мои, уважаемые гости, этот Дух Святой обещан всем. Всем людям на земле, который воскресил Христа из мертвых, даже более того, братья и сестры, Он сегодня живет в нашей жизни, и Он изменяет нашу жизнь. Это Дух Святой. Он дан нам, чтобы мы с вами качественно проживали нашу жизнь на земле уже сейчас, сегодня, а не в вечности только. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 10 главе, Он сказал, я принес, я пришел и принес. Что? Полную жизнь. И написано, жизнь в избытке. Что это значит? У нас не будет проблем, не будет ситуаций, обстоятельств, будет и не одно. Но то, что полная жизнь, мы можем жить так, это обещание Христа. А если в нас этот Святой Дух живет, нам просто раскаяться и взять Его силу, перестать думать своими силами жить, своим разумом жить только. Возьмите этого. Активируйте это. Как активировать? Возвращаемся в начале проповеди. Начните ждать прежде всего, начните молиться, будьте введенодушеннее с церковью, скромными, чтобы получать дар от другого. Бог покажет силу Святого Духа. Давай поддержим друг друга, церковь. У нас есть эта опция, у нас есть эта возможность. Аминь. Бог способен дать нам полную жизнь. Но вы скажете, ну когда это будет? Завтра? Послезавтра? А вот что я сейчас сделаю. Я хочу предложить прямо сейчас помолиться за это. Давайте помолимся. Прямо сейчас вместе. Давайте введенодушие. Кто-то за руки возьмется, кто-то просто возьмет ангелов за руки невидимых. Итак, молимся. Господь всемогущий, Отец, Сын и Дух Святой, мы преклоняемся перед Тобой. Славим Тебя и благодарим за эту силу свыше, которая воскресила Иисуса, которая перевернула весь мир через апостолов и наших братьев и сестер первого столетия, которые сейчас живут и действуют в нас, вот таких слабых и грешниках. Ты даровал нам Слово, вдохновленное Духом, Которое живо и действенное. Ты наделил каждого особенным набором даров, качеств и жизненного опыта. Господи, мы так благодарны. В этом Твоя сила и Твоя мудрость. Мы верим, что Ты хочешь оживить в нас то, что угасло возможно уже. И мы молим Тебя прямо сейчас, Господи, оживи то, что угасло в нас. Активируй в нас силу духовную, Которое от Святого Духа, а не от наших потуг и заслуг. Тебе нетрудно, Господь, это сделать, потому что обет это обещает в Священное Писание. Молим о том, чтобы каждый ощутил прямо сейчас, по милости Твоей, горение Духа в своем сердце. Сегодня и каждый день в единодушии мы посвящаем себя Тебе, слову Твоему и молитве. Доверяемся Тебе полностью, Господи, во имя возлюбленного нашего, Спасителя и Владыки, во имя Иисуса Христа. И все скажем вместе. Аминь. Давай поддержим друг друга, ребят. Посмотрим 36 по 42 стих. И потому продолжал Петр, пусть твердо знает весь Израиль, что тот Иисус, которого вы распялился, он напоминает им, и есть Господь и Мессия. Слово эти отозвались острой болью в сердцах слушающих. В Синодальном периоде написано, они умилились сердцем. Острой болью в сердцах слушателей. И спросили они Петра и остальных апостолов, что нам делать, братья? Покайтесь, сказал им Петр. И пусть каждый из вас примет крещение во имя Иисуса Христа. Тогда простятся вам грехи ваши, и вы получите дар Святого Духа. Этот дар обещан вам, детям вашим. Он обещан и всем тем, кого еще призовет Господь, Бог наш, как бы далеко они не жили. И приводя много разных доводов, Он настоятельно убеждал и увещевал их, говоря, спасайтесь от рода, от этого испорченного, идущего гибели поколения. Знаете, в Синодальном периоде написано, спасайтесь от рода сего, помните, какого? Развращенного. Вы знаете, друзья, услышав еще раз о том, что они распяли Иисуса, люди ощутили боль в сердце. Что нам делать, они сказали? Я не вижу здесь споров, я не вижу разногласий, я не вижу еще раз какой-то упрек, почему вы так говорите, почему вы давите на нас, почему вы говорите, что мы распяли и так далее. Что они услышали? Вы знаете, это очень важная вещь, которую я сейчас скажу. Они поверили, они уверовали, они поняли, что они причастны к распятию Сына Божьего. Они поняли, что в этом тоже их ответственность есть. Да, они не убивали своими руками, да, они не пригвозили своими руками Иисуса к кресту, но они поняли, что их грехи, их образ жизни привел Сына Божьего на землю. Да, конечно, чтобы спасти людей, потому что Бог возлюбил этот мир. Аминь. Но они поняли ответственность. И там написано, боль в сердце у них пошла. Сердце растаяло. Знаете, когда наши сердца скромные, смиренные перед Богом и друг перед другом, мы задаем вопрос, брат, сестра, как ты думаешь, а что мне делать тогда? Как мне измениться? Что ты видишь? Петр, знаете, я так, когда со мной изучали Библию 2000 лет назад, ой, 26 лет назад со мной изучали Священное Писание и пришли до этого момента покаяния. Знаете, я помню, как я в момент, когда грехи все перечислялись и когда делились о том, что представь, это все распяло Христа и ты в этом, и ты причастен. Я помню, как я заплакал и было так больно, потому что я только тогда ощутил, неужели я ответственный, то есть в этом есть моя часть. И Библия говорит, да, не для того, чтобы обвинить и осудить меня, а для того, чтобы я это понял, принял, и Бог простил меня полностью. Вы знаете, 26 лет я благодарю, что когда-то, в тот момент, я смирился перед Богом, и мое сердце тронуло боль. И я так благодарен Господу за это. Я благодарен, что вы, братья и сестры, так же смирились перед Господом, так же поверили. Та же боль была у вас, скорее всего. Это удивительный момент. Бог любит и прощает нас. Они сознали тут причастных к смерти Господа. Покайтесь и креститесь для прощения грехов, Петр отвечает. Получите в дар Святой Дух. И еще один момент, который бы поражен. Он говорит, он убеждал людей спасаться от испорченного этого рода или поколения, ведущего к погибели. Вы знаете, я не думаю, что что-то изменило за 2000 лет. Более того, буду с вами честным, думаю, еще хуже стало в плане сердец человеческих. Потому сегодня наберусь смелости и скажу тем людям, которые сегодня пришли в зал, еще не последовали за Христом. Любимые, Бог любит вас, дорогие, Он ценит вас, но спасайтесь от рода сего развращенного. Последуйте за тем, кто за вас жизнь отдал, кто любит вас, кто так сильно ценит вас и кто ждет вас в вечности на небесах. Аминь. В тот день написано, 3000 уверовало и крестилось, когда Петр проповедовал. Друзья, не откладывайте свое спасение, если вы гости здесь. И здесь написано, что они все крестились, последовали за Христом, и каждый из них получил дар Святой Духа. Итак, братья и сестры, уважаемые гости, церковь началась, церковь началась, ветер перемен. Удивительно, мы с вами сидим и это наблюдаем сегодня, как Дух Святой в течение тысячелетий и нас спас и привел сюда, и спасает, продолжает людей. Братья и сестры, уважаемые гости, давайте подведем итог. Итак, наша проповедь сегодня называется «Ветер перемен». какие явные изменения принесло в сошествии Святого Духа? Ученики начали говорить. Это первое, после того, как Дух Святой сошел. Не просто говорить, но говорить о великих делах Божьих. И давайте вспоминать, о чем мы сегодня говорим больше. Дальше, какие показатели, какие изменения? Церковь, исполненная Духа, перестает молчать. Она начинает говорить. Петр и апостол начинают возвещать тайны Бога. Дух дает познание Бога, ведет каждого в отношении с Ним. Друзья, вы хотите ощутить силу Святого Духа? Идите к Нему в живой молитве. Что такое живая молитва? Это когда ты конкретно говоришь Богу, Бог, вот что я чувствую, вот что я вижу, вот чего мне не хватает. То есть будьте смелыми и честными в отношениях с Богом. Живая молитва, читайте слово, оно живое и сегодня может оживлять нас. И еще одна вещь, они стали дерзновенными, потому что вы помните Дух какой? Мы получили Дух, не Духа боязни, не Духа страха. Какого Духа кто помнит? Первое написано, силы. Второе, любви и самообладания. Конечно, мы видим, как Дух действовал в сердцах людей, смягчал, приводил их к покаянию. И они крестят с единодушием, продолжали славить Бога. Я очень благодарен за возможность сегодня вам проповедовать. Я надеюсь, что вы услышали и ваше сердце откликнулось. Пусть вся слава будет ему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok